хочу поговорить с вами о выборе айпи камеры значит будем делать выбор между из не очень популярных производителей то есть не раскрученные бренды цены на эти камеры более доступны ну и в общем-то обладают они неплохими характеристиками на свою цену значит многие задают вопрос какую вот лучше камеру взять в каком корпусе присутствуют час вот пошли популярные камеры в таком вот корпусе корпус алюминиевый металлический сплав пошли идут камеры есть до сих пор продаются вот в таких корпусах пластиковых и присутствуют еще в таких такие вот можно найти более дешевле значит давайте по первому варианту делал я уже обзор распаковку разбирал показывал вам что внутри этой камере находится показывал вам механизм регулировки значит в данном случае корпус из алюминиевого сплава ну как бы наверное все таки пластик сейчас идет тоже неплохого как бы качество но привыкли все что алюминиевый то есть металлический корпус будет получше понадежнее ну и в общем то я пока также и думаю значит первый плюс это то что камера процессор камеры нагревается внутри и металлический корпус дает как бы дополнительное охлаждение внутренностям попросту говоря камеры в пластиковом корпусе это все дело нагревается больше потому как но теплоотдача пластика совсем другая второе тут конечно в данном случае вот этот вариант с пластиковым корпусом выигрывает как по мне у меня сейчас такие имеются в наличии и стоят и работают три камеры видеонаблюдения айпишные сам вариант вот именно регулировки настройки в данном случае выигрывает шарик прижимная вот здесь гайка и все это дело настраивается как джойстик куда нужно повернул гайку зажал и все готово в данном случае конечно крепление ну более изощренное такое нужно с ним повозиться но все это все возможно все настраивается и показывал я вам как значит чем еще хороша эта камера и это основное то что данная конструкция вот не влияет то есть хорошо влияет на ночную картинку если с камерами вот в данном корпусе есть проблемы с ночной картинкой как я вам показывал ночная картинка пятнами какими-то вот как в тумане это все именно дает вот эта конструкция самого корпуса козырька то есть и к диоды засвечивают отсвечивают от ободка вот даже корпуса этого всего и весь этот цвет попадает на матрицу и получается вот такая картина как в тумане бывает пятнами бывает вообще ореол такой белый как бы вокруг картинки поэтому в данном случае камеры вот в данном корпусе с вот этими четырьмя и к диодами в таком вот исполнении выигрывают ну сто процентов в ночной картинке ночная картинка чистая изображение чисто без всяких засветок и я и это основной плюс этих камер в таком корпусе но еще немаловажный плюс что корпус как бы и небольшой сравнительно но в нем еще достаточно места практически половина для например установки если вы взяли камеру без вай фая можете докупить вай фай модуль и все это установить в задней части в основном идет литье в этом вот где-то месте под антенну то есть такой как бы отлив вы можете высверлить отверстие и тут же крутить вай фай антенну которая будет вместе продаваться с вай фай модулем в данном случае как бы место есть еще какое-то но вот именно конструктивно камера сходит сзади на конус ну как бы наверное будет труднее все это дело установить ну и немаловажно цена посмотрите 2 мегапиксельная камера данная у данного продавца это я не делал выборку еще вот просто взял из самых популярных по заказам 29 40 долларов посмотрите тоже одна из популярных по заказам 2 мегапикселя тоже 30 30 то есть попросту есть смысл купить камеру вот такую кирпичик в металлическом корпусе про эти камеры я вообще молчу был у меня опыт использования нескольких таких камер ночная картинка отвратительная в связи с конструктивными особенно с особенностями вот этого вот корпуса черные камеры вообще не рекомендую вам брать в черном корпусе потому как летом это все будет и страдать внутренности камер будет и сам пластиковый корпус будет нагреваться на солнце до сумасшедшей температуры и опять же конструктивно в этой камере не совсем удобное крепление то есть не крепление а регулировка регулировка камеры тоже не совсем удобно и удобно и если же у вас по каким-либо причинам ну вот надо вам покупать камеру в пластиковом корпусе но я хотя особых причин не вижу то из этих двух лучше выбирать конечно вот эту вот этот вариант здесь хоть регулировка на достойном уровне данном случае не все так просто обстоит также в таких корпусах корпусах идут и аналоговые камеры и ахд камеры различные то есть корпус универсальный можно сюда со временем если вы взяли к примеру 1 мегапиксельную камеру можно купить матрицу и поставить 2 мегапиксельную как я уже говорил добавить вайфай то есть это все конструктор все это можно делать на сегодня все ссылочки на популярных и нормальных продавцов которые торгуют нормальными камерами оставлю в описании к видео в подписи в комментарии переходите и заказывайте самый оптимальный вариант и все это дело работает всем удачи и до следующих видео